Всем привет, дорогие друзья! С вами Фриги Викинг, всем хорошего настроения и в этом видео мы поговорим с вами о VIP-системе в игре Rise of Kingdoms. Поехали! VIP-система в игре позволяет игрокам получать постоянные мощные бафы, помогающие как во время войны, так и для мирного развития. Давайте посмотрим, какие VIP-уровни действительно важны и попробуем разобраться, почему. Шестой уровень – это первая отметка, на которой мы обратим внимание, стоимостью 11,5 тысяч очков, что является небольшим количеством, поэтому для получения данного уровня тратим свои драгоценные камни и при этом мы получим плюс одну очередь строительства в вашем городе, что позволит вам развивать ваш аккаунт гораздо быстрее. После этого первая ключевая отметка – 10 уровень VIP стоимостью 150 тысяч очков и здесь по достижению данной отметки мы сможем получать плюс одну легендарную скульптуру ежедневно, что будет большим стартом для прокачки ваших легендарных командиров. После 10 уровня мы не останавливаемся и стараемся дойти до 12. Стоимость 12 уровня – 350 тысяч очков VIP и здесь мы уже будем забирать по две скульптуры каждый день. Далее двигаемся к одной из самых основных отметок – это 14 уровень VIP стоимостью 750 тысяч очков и здесь мы забираем максимальное количество легендарных скульптур по три штуки в день. Это действительно очень большой буст для прокачки ваших легендарных командиров. Также из более доступных уровней, я не говорю про 16, 17 и 18, это достаточно большая дистанция для прокачки, я хотел бы упомянуть про 15 уровень, потому что на данном уровне стоимостью в 1 миллион очков VIP мы сможем получить дополнительно 15% скорости исцеления наших воинов. Это будет очень большим бонусом для ведения боевых действий. Также не забываем про другие полезные эффекты от VIP уровней, например, такие как скорость исследований, скорость сбора и, конечно же, в первую очередь боевые бафы. На 11 уровне мы получим 5% атаки наших войск, на 12 уровне мы получим 5% защиты для всех наших войск, а вот на 13 уровне мы уже получим 5% здоровья, что будет весьма важно для ведения боевых действий. Конечно же, не забываем про другие бонусы. Это донатные предложения на открытых VIP уровнях. В этих сундучках мы сможем получить различные награды, но в первую очередь открыть и прокачать двух легендарных командиров, таких как Минамото и Ганнибал Барка. Ну и, конечно же, не забываем, в зависимости от вашего VIP уровня, вы также сможете покупать некоторые редкие предметы в VIP-магазине со скидкой. Магазин, кстати, обновляется каждую неделю. Здесь, к примеру, есть такие полезные предметы, как легендарные скульптуры. Поэтому не забываем сюда заходить. Ну и осталось разобраться в самом главном, откуда же мы можем получить очки VIP для пополнения нашего VIP уровня. В первую очередь, ежедневно заходим вот сюда и собираем сундучок. В нем максимально мы можем получить до 200 очков VIP. Также покупки наших соклановцев могут стать приятной наградой. Здесь за покупки вашего альянса вы сможете получить также очки VIP и вложить их в свой VIP уровень. Не забываем, конечно же, про донатные предложения. В каждом донатном предложении есть сочные награды в виде очков VIP. Ну и, конечно же, одно из самых главных направлений – это трата кристаллов для вашего VIP уровня. Но старайтесь это делать под события больше, чем блестяшки, потому что тогда вы получите дополнительный профит от пополнения вашего VIP уровня. На этом у меня все. Не забудьте лайкнуть видео, подписаться на нашу страницу для получения дополнительной информации о событиях. С вами был Фриги Викинг. Всем пока! Готовьтесь к викингам!